Ох, разряд током в голову. Надеюсь, у него не было брекетов. Ведь нанесение тяжелых ударов отнимает много выносливости. Нужно быть уверенным, что не промахнешься. Да, когда сражаешься против парня с мечом, следи в первую очередь за лезвием. Я дрался в UFC после того, как удары головой запретили. Всем привет, с вами Эр Джей Клиффорд. Сегодня мы вместе с Гомолоджи в рубрике «Реакция профи» поговорим про Бэтмен Архэм Найт. Как бывший боец смешанных единоборств, я уверен, что смогу рассказать вам о стиле боя нашего темного рыцаря. Посмотрим, что реально применимо в уличных драках. Перед началом я хочу напомнить вам о новых потрясающих каналах Гомолоджи. Гомолоджи Форкаст. В нем вы найдете видео по различным видеоиграм и всему, что нужно о них знать. Советы, тонкости, уловки. Сэм Днюбс. О виртуальной реальности и некоторых бесплатных клевых игрушках. И, наконец, Гомолоджи Шортс, в котором собраны короткие крутые моменты из разных игр. А теперь погнали. Итак, Бэтмен, посмотрим, что ты можешь. Перед тобой 10 противников, и ты сражаешься с ними. Для Бэтмена это стандартная ситуация, так? Куча разных приспешников-суперзлодея, которых надо побить. Но так как он Бэтмен, он не должен убить их, так? Он хороший парень. С таким количеством противников нельзя переходить в борьбу на земле. Пока борешься с одним, остальные 9 напрыгнут на тебя сверху. Единственный вариант – это атаковать одного. Быстро нанести максимальный ущерб и тут же переключиться на следующего засранца. Честно говоря, самое трудное в подобном бою – не устать. На нем защитный костюм и плащ, который, вероятно, тяжелый. Контроль дистанции – основа любого боя. Особенно в драке с несколькими противниками. Это важно, если вы деретесь один на один, но важность контроля дистанции растет по экспоненте с каждым новым противником. Вы ведь не хотите, чтобы вас окружили. Видите? Как только враги обходят его, он уходит от них так, чтобы видеть всех перед собой. И в боксе, и в UFC, и где угодно еще – это одинаково важно. Даже с учетом того, что у него очень сильный удар, он наносит их точно и эффективно. Ведь нанесение тяжелых ударов отнимает много выносливости. Нужно быть уверенным, что не промахнешься, а после быть способным перейти к следующей цели. Для экшен-игры от третьего лица здесь умопомрачительное количество разных атак. Видно, что разработчики славно потрудились над этим. Только что мы видели реконструкцию одного из самых известных ударов в истории смешанных единоборств. Энтони Петтис нанес Бенсону Хендерсону такой удар ногой в голову в легком весе WEC. Он оттолкнулся от стены и ударил этой же ногой. Удар назвали «шоу-тайм-кик». Этот момент легко найти в интернете. Удар сделал Петтиса суперзвездой и чемпионом WEC. Бэтмен подсмотрел этот прием. Видимо, взял пару уроков у Петтиса. На месте Бэтмена я бы уже был без сил. Перепрыгнул чувака, чтобы уйти от проблем. Он умеет выполнять размашистый пинок, чтобы задеть сразу двоих парней за раз. Это было круто. Удар коленом, разворот и к новому противнику. Удар в прыжке. Его противники не ожидают такого. Теперь он находится в чертовски невыгодном положении. Это плохо, даже если вы один на один, а в его ситуации он подвергает себя большой опасности. Бэтмен понимает, что еще мгновение и остальные парни набросятся на него. Использует прямые удары ногой. Отличная тактика в его ситуации. Это длинный удар, который позволяет оттолкнуть противника назад. Сильные удары, удары ногами. Все это позволяет пошатнуть противника, нокаутировать его. Мы видим, что когда он находится среди нескольких противников, то упрощает свои действия. Просто наносит обычные удары всем вокруг. Когда он остается с кем-то один на один, то проявляет изобретательность. Долгие комбинации или переход в клинч. Все потому, что он знает, есть несколько секунд для безнаказанного нанесения большого урона. Вам действительно нужно быть миллиардером, чтобы тренироваться для такого. Нужно заплатить десяти спарринг-партнерам, которых вы будете избивать. Хей, чувак, сколько тебе заплатить за крюк-кошку в лицо и удар в бронекостюме? Это обойдется тебе в копеечку, Брюс. Аперкот, пинок, колесо, крюк-кошка. Ему должно быть очень жарко в костюме. Потный Бэтмен. Наверняка пахнет после боя так себе. Это гораздо лучше, чем ходить. Воу, он выбил ногу из-под того парня. Ему придется ходить с костылями после такого. Бэтмен успевает ударить двумя кулаками в грудь противнику в падении. Ох, разряд током в голову. Надеюсь, у него не было брекетов. Уложил на колени. Я заметил, что Бэтмен сильнее всего фокусируется на точных ударах по коленям противников. В подобной ситуации у вас не будет времени на, скажем так, притирку к оппоненту. Не получится попробовать несколько разных ударов. По типу, в следующий раз я чуть изменю удар, чтобы достать тебя. Я делаю джеб, ты блокируешь его вот так. Теперь я знаю это. Когда перед вами столько противников, у вас нет времени на такие уловки. Нужно просто бить, бить, бить и бить. Он запрыгнул в толпу парней и такой, черт, какого хрена я делаю? И смотался оттуда. Удар в торс, прыжок к противникам, удар и уход. Видимо, этот здоровяк мини-босс или просто очень крутой чел. Бэтмен ударил его раз в восемь, а он все еще на ногах. И вот опять. Он просто несокрушим. Теперь другого. Просто отбросил его. Проблем нет. Главное сбить с ног. Что делать с таким высоким противником, когда его голова слишком высоко над вами? Трудно попасть по ней сильно, если он настолько выше вас. Приходится выбрасывать размашистые удары. Если противник сильно выше вас, то, возможно, лучше будет уронить его на землю, чтобы иметь возможность бить во всю силу. Бьете по корпусу, отбиваете его постепенно, он устает. И вот потом можно попробовать уложить его, когда он пошатнется. Добивание. Он справился. Это было потрясающе. Передохни, ты заслужил это. Или хотя бы попей водички. Итак, похоже, что мы добрались до босса. Очень кинематографичная заставка. Они сражаются в порту. Воу, очень круто. Да, когда сражаешься против парня с мечом, следи в первую очередь за лезвием. Отличный удар головой. Я дрался в UFC после того, как удары головой запретили. Повалил его на землю. Отлично поднялся. Постоянный контроль. Посмотрим, куда он выстрелил. Окей, крутой выстрел. Берегись контейнера. Где же ты, Бэтмен? Звучит просто. Также на Гамолоджи Шорс, который можно найти в... Также на Гамолоджи Шорс, в котором куча крутых корот...